тоже вот фото зона пусть она даже не работает но сюда можно пройти будет казаться что вы среди каких-то камней довольно так интересно кстати внутри бар находится тоже не знаю работает или нет потому что я не видел чтобы он был открыт и вот как бы я уже здесь давно много чего не работает зеленые цветочки и так далее еще не знаю давайте попробуем подняться повыше посмотреть что как по поводу территории везде в наличии есть урны пакетики так далее закрыт закрыт этот бар принципе не знаю он и не нужен тут в наличии но три-четыре бара которые работают ну в принципе их и достаточно она расположена таким образом что вам в любом случае недалеко идти как ни крути ну вот еще одна фото зона интересно поднимемся повыше это мы вышли ребят с рецепшена прошли холл центральный и мы идем к морю просто я вам показываю то процентов на на 50 для того чтобы не обойти всю территорию на очень много времени я не думаю что будет смотреть местные птички жирненькие да как то так тырят кстати еду у нас чуть не стырили прямо с шезлон красиво красиво такая фото зона лавочка попробую показать вот это вот все только часть территорий с бассейнами причем бассейны плавно переходят просто такие в ручейки короче ну круто круто место очень много давайте посмотрим на море на вот еще одна фото зона там видно горы и вот кстати та вышка про которую я говорил замаскированная под пальму сначала мы подумали это вообще пальма а оказалось нет ну короче как то так думаем дальше давайте зайдем с другой стороны то есть когда работала это все на выглядело красиво я просто смотрел видео обзоры предыдущих блогеров конечно поярче к моему сожалению хотелось бы вам показать что там больше показываю то что есть по факту как если вы полетите на ближайшее время карантина и всего прочего во многих отелях кое-что не работает такой ситуации но и тем не менее даже этого достаточно головой просто чтобы понять и в любом случае климат повторюсь же климат море ну все перекрывает абсолютно абсолютно все вот еще одна детская зона то есть если вы в бассейне плаваете можете детей отправить сюда есть детский бассейн 50 сантиметров конечные столики и так далее но опять же не видел я чтобы он работал наверное работает тут даже табличка висит работает с 10 до 12 с 15 до 16 ну то есть вам будет куда отправить детей если вы хотите отдохнуть от них ими будут заниматься короче нормально я думал не работает в общем бассейн опять же все с навесами все продумано вот еще хочу показать побольше еще один бар но он не работает к сожалению к сожалению а было бы интересно видишь ты такой плаваешь бассейн захотелось тебе выпить проплыл пару метров ну круто же в инклюзив далее далее у нас опять идут фото зоны красивая территория всякие деревья в разной форме гуляли с друзьями с их ребенком она сказала что эти деревья это майнкрафт кубики в принципе она права а никто не мог понять хотя мы вот фото зоны тут фото зона на фото зоне короче ну я говорю вы с собой привезете массу фотографий если приедете в этот отель принципе если хотите еще более обширные фото сессии тут можно на рецепшене заказать фото сессию от местного фотографа ну я бы не стал этого делать потому как лучше всего вы сфотографируйте себя сами зачем переплачивать какой-то бассейн не знаю по моему не работает вот дальше пошли чтобы вы понимали это для того чтобы попасть к морю это мне надо пройти всю эту территорию ну по крайней мере от своего номера ну в принципе минут пять просто я не срезаю а иду окольными путями чтобы вам все больше показать территории так пальмы в принципе все чистится все убирается вот если пепельницы для мусора короче ребята следят вот еще одна фото зона очень красиво где указатели ну то есть не заблудишься он даже есть отель не отель вернее одна из секций отеля с лифтом если кому интересно не знаю по мне так заманул мостики там ну все интересно красиво сделано не знаю уровень не уровень отель кстати позиционируется как пять звезд лично мое мнение это четыре я просто не особо в этом разбираюсь но судя потому что рассказывают люди которые часто бывают в египте в разных отелях частности наши друзья это не говорят что это где-то четверка все это не то ну сразу скажу да у вас могут быть проблемы на рецепшене когда вы прилетите когда вы будете заселяться с номером потому что скорее всего вам дадут не очень хороший номер и вам захочется переселиться и тут главное не протормозить потому как мы три раза ходили по разным комнатам местный бизнес короче советую сразу ничего не предлагать подойдите вообще на рецепшен возьмите селфи-палку сделайте вид что вы видеоблогер посмотрите что он вам предложит потому что на одном из видео обзоров блогера парень сделал следующим образом он подошел и попросил самый плохой номер в общем администратор потерялся и дал ему классный стандарт но номер четкий как бы можно и так ну а в целом придется договариваться и разговаривать и потому что честно у нас было не очень хорошее заселение три раза мы меняли эти номера ходили туда-сюда еле успели на ужин потому что самолета не знаю как у вас мне лично после самолета после приземления было не особо весело когда у тебя лучше закладывать а тебя гоняют потом с одного номера в другой но это все нюансы это такое это все решается с этим можно справиться тогда так вот мы вышли к набережной здесь с левой стороны работает один бар один бар есть массаж есть диско холл даже не холла площадка диска площадки вот она но опять же нет ни диджея никого так это у нас бар вы можете заказать по системе оланджузева кстати есть помыться после моря советую помыться смотря на ее прозрачность она очень соленая полезная соленая и так далее короче все очень прикольно хеллоу хеллоу люди очень приветривые отзывчивые что тут еще есть мини футбол картинги квадрики ну то есть по развлечениям ну тут полно но я не знаю почему то людей на море очень мало а кстати есть skydiving skydiving sky серфинг ну то есть он чувачок один на серфинг и с крылом ну интересная штука наверно я лично не пробовал сейчас мы посмотрим поближе я вам покажу собственно говоря ради чего вы сюда пришли вернее не пришли а прилетели сюда из-за моря из-за климата если будете нырять под воду с маской обязательно возьмите маску желательно с трубкой все лицо посмотрите подводный мир рыбки вода очень прозрачная вы сможете увидеть и рыбки короче местных флору и фауну все очень-очень красиво по поводу пирса наш пирс вон там по всей набережной никто вам ничего не может запретить вы спокойненько идете вот можете посмотреть хоть вдоль поберечь так вот от нашего пирса даю совет уходите еще пять понтонов то есть на 5 понтон заходит и там несмотря на то что другому отелю вот там вы посмотрите гораздо обширный подводный мир там больше рыбок больше фауны и так далее ну не буду все рассказывать посмотрите сами если сюда прилетите но именно 5 понтон он примерно километра больше в длину и вы сможете все увидеть своими глазами там шезлон есть тоже можете воспользоваться никто вам ничего не скажет лично мы сходили посмотрели все было отлично ну супер просто так это мы идем по территории нашего отеля получается набережная нашего отеля и идем непосредственно общаются так что непонятно кому он говорит вам или кому-то другому или своему другу будьте к этому готовы не удивляйтесь шутники есть особенно среди них была такая ситуация короче на баре заказываем четыре коктейля я ему по-английски он мне спрашивает десять пятнадцать я говорю четыре он пятнадцать ну короче тролли ну это такой местный юмород разбавит ваш он будет весело и интересно попробовать что-то новое почувствовать себя туристом в другой стране но в любом случае не потеряйтесь не бойтесь все будет отлично вам всегда помогут на крайний случай вам выдают памятку на рецепции с с расписанием всех мероприятий с расписанием столовых всех баров то есть на русском языке все расписано на обратной стороне будет нарисована карта отеля с названиями всех баров ресторанов столовой и так далее также если у вас есть какие то вопросы там есть телефон в номере не советую им пользоваться потому как он платный вам при выселении могут выставить это один из нюансов это один из нюансов это heißt это 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 спасатели они не обязательно нас спасут если надо все пойдем на пандыру hello все местные у них своя религия там своя культура я сильно в этом не разбираюсь ну вот отпускать очень странные комплименты для нас странная для них это нормально вчера например моей девушке сказали такое верблюд на это тоже красивый моря тоже вода просто бомбическая сейчас буду меньше наверно говорить больше показывать потому как тут ветрено затем ветрено почти всегда поэтому можно не заметить когда вы обгорели а солнце довольно таки жгучие короче смотрите сами как-то так так же вам будут предлагать всякие там аттракционы поездки на парашюте можно будет полетать в принципе вдвоем нам сказали долларов я думаю это не так если вы любите экстрим поэтому почему бы и нет в общем смотрите решайте говорите с вашим видом расскажите где где вас обманут а где нет ну давайте посмотрим край бандона сейчас мы до него дойдем вот вот можно попробовать договориться с местным запасателем попрыгать ну лично я даже не договаривался если вы хотите что-нибудь сделать вот эту вещь практически запахит но восточную там выйдет но вообще нельзя это уже как бы не рекомендуется чтобы позаврами никто не пытался повторить чтобы он не травмировался то есть за этим все театр здесь я на этой площади никуда нельзя заплывать то есть в принципе все все отлично хеллоу хеллоу мэй фрэнд это тот самый спасательный и не забыл и вот короче привет вот поэтому не потеряйтесь советую боевство разговаривают через переключение в общем с этим потому что не могу относиться короче два захода слева справа все плавненько глубина примерно два с половиной метра где таблички но у дайвин вы всегда можете рыбок в принципе можно и из пирса увидеть рыбок в основном они под пирсом так как там тень вот такое солнце сейчас попробуем сейчас система так что как-то так столовая все спасибо ставьте лайки подписывайтесь на канал приятного просмотра